С вашего позволения я введу вас в курс о работе, как вы проводите ПТРАС, по вопросам нормативно-правного обеспечения в области эксплуатационной системы. Как вы знаете, правовые основы применения у нас заложены в Воздушном кодексе и в федеральных правилах происходящего в Воздушном пространстве. Данный акт имеет возможность выполнять полеты беспилотного обучающего состава по определенным уровням. Вы знаете, что на сегодняшний день все полеты в Воздушном кодексе выполняются в временных режимах с разрешением органов ИСОВД по заявкам по уплату партнера. Что же сделано Минтранс в развитии требований Воздушного кодекса? На сегодняшний день утверждены правила учета беспилотных гражданских Воздушных судей с массой до 30 кг. Этот учет осуществляет Федеральный агент Санатичного транспорта. Пока этот учет будет ручной, но в Московской партии полный день обещают в свободное время сделать этот учет автоматизированный. Также установлены порядок регистрации беспилотников массой до 30 кг. Порядок до позже, как и обычно, в Воздушном суде. Также регистрация беспилотников осуществляют на вопросы мерца. Часть и сертификация тяжелых беспилотных документов Федеральной агентационной партии, сертификация агентационной техники, организация заручеков и изготовительных. Также утвержден профессиональный стандарт, специалист по эксплуатации беспилотных агентационных систем. И, наконец, источник основания правительства, которые вносит изменения в Федеральный агент по использованию Воздушного пространства. И с завтрашнего дня будет упрощен порядок использования Воздушных пространств для беспилотников массой до 300 кг. Они могут выполнить полеты без разрешения. Но вне зон запретных, зоны ограничений, диспетчерских зон на международных партнерах и вне районов Воздушных пространств для беспилотных агентационной партии. В настоящее время работа метрация ведет по другим уровням. Это, конечно же, реализация и авторизация дорожных карт в районах, которые утверждены в отношениях в городе с 18 лет. Мы, наверняка, знают дорожника. Мы работаем в вредной связке с обучением ПРФ. И я могу, чтобы выдерживали все мероприятия, обозначенные дорожника. Мы второе направление – это заработка концепций, интеграция сборных Воздушных судов. И в Воздушных судах найдется общим назначением – единое воздушное пространство на Сельской Федерации. Лечь пока идет о нижнем воздушном пространстве. Там будет летать основная масса беспилотников и воздушный суда на обувь. Работая концепция осуществляется с администрацией с обучением ПРФ. В ее разработке участвуют в ГОСКУ, 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 ГОСКУ. Рабочая группа по развитию режим diesem системы придет против Воздушных судов, ГОСКУ, Г half the eng? Некоторые measuringede Oh, другие специально отличаются. Но, третья из страны отмолчает. Цельным результатом реализации концепции является переход к совместному выполнению полетов, приматированным свободным нюансам на регулярной установке. Для достижения цельного результата разработаны требования интеграции, направления развития технологии интеграции и совместного обеспечения полетов и структур, а также к антонизации концепции. Палеты висковых воздушных судов не должны привести к снижению безопасности полетов, к безопасности для людей и объектов на земле. Палеты висковых воздушных судов должны произорваться на правильные процедуры, Оборудование, предназначенное для интеграции беспилотных вооружений, должно обеспечить совместимость с оборудованием применяемых для организации военно-воздушных движений и озеленных военно-воздушных сетей. А можно попросить микроспомбородные? Да, послышали. Повторять не надо. В целях обеспечения оборудов беспилотных военно-воздушных сетей на любую реальную основу, концепции производленного поэтапного создания средств и систем сервисного обеспечения и поэтапного. От внедрения фундаментальных средств, таких как электронная регистрация и идентификация по первому этапу, до перехода на четвертый этап к сервисам полной автоматизации, обеспечивающим автономной организацией управления полетами в единопоздушных пространств и сплотируемых военно-воздушных сетей. Плавное предприятие реализации концепции рассчитано на окруженных с 20 по 26 год. Также мы очень рассчитываем на реализацию готовых проектов, которые получили отопление в тюрьме в прошлом округе, а на вероятность на рабочую группу по реализации научно-технициативных по модернизации экономики и информационному развитию. Эти проекты именно в результатах создания систем информационного обеспечения и создания платформы цифрового элементного полигония в стилотно-технициативных системах. Сейчас товарищи, которые выполняют данный проект в начале пути, среди задач, которые перед ним поставили, также в составе доматических программах, мы все скоро будем получать первый полный данный документ на работе с общественностью. Ну и, конечно, мы очень рассчитываем на так называемую регулятивную ресурсию. Наверное, когда в развитии идет работа над данной тематикой, я уже смотрел на портале данного проекта автоматических программ, который размещен на проект, который позволяет осуществлять такие апробации инвестиционных разработок в определенном фегменте, где применение других законов исключено, что есть песочница, и там мы испытываем новые технологии, новое законодательство, которое пока не вступило в силу. Так что мы в начале пути, я думаю, что мы и сам отстающая страна мере в этом направлении, нам приезжали передаться, учиться нашим опытам, как мы провели в больнице. Также мы пристально следили за той работой, которая проведет ЭКО. Так что, я думаю, у нас все получится. Ну и, конечно, коллеги, я хотел бы услышать ваше мнение, ваше предложение. То, что мы проводим это работа, это работа на виду, но не всегда мы получаем связь, информацию с местом. Правда, мне надо проведение, мне не надо. Поэтому, коллеги, если есть какие-то вопросы, мнение, пожалуйста, я буду выслушать вас. Если получится, то я хочу ответить на вашу вопросу. Пожалуйста. Какие права у нас регулируются процессы? Как мы можем у нас быть, что такие последствия? Ну, на счет питья диспредотников у нас, если вы знаете, очень четвертый федеральный закон, который принес изменения. Это закон о полиции, закон о СОО, которые дают возможность, да и услужно, применять вооружение, специальную технику по посвящению в месте диспредотников, которые дополняют полет на заглядные зоны. Ну, насколько я знаю, вооружение тоже есть, по-моему, приказ, да, применять вооружение по логичным судам вооружениям. Одесса, пожалуйста. И у нас в Министерстве вооружения как раз и является тем, кто является вооружением вооружения, для которого возложены обязанности вооружения по угрюмлению и посвящению метров вооруженных судов нарушениях. Министерства вооружения, которые были в Министерстве вооружения, для того, чтобы эту работу осуществлять, нужно все-таки подразделение профессионально для работы в этом направлении. Поэтому мы выступаем, всегда выступаем, о том, чтобы под эгидой не наоборот, а создать по-моему, молодую человеку, а отработать в этом направлении. Но пока процесс ушел уже на 404-й генеральный закон, спецслужбы получили возможность выступать вместе диспредотников. Вопросы на всем этом удивились. Ответил, по-моему, это очень много вопросов. Александр Прокорский, БНТ. Скажите, пожалуйста, как в новом законе диспредотнику будет трактоваться термин «прямая видимость»? То есть, зрение о сторонном порядке диспредотников. Это радио, если некое визуальное, это будет оцениваться? Еще раз. Еще раз. Сейчас все у вас, конечно. Закон, это изменение диральных воздушных правил. И мы вводим там определение этих диральных воздушных правил. Визуальный полет беспилотного воздушного судна, в ходе которого его внешний пилот поддерживает непосредственно без прямой визуальной атакции тема на внешнем судне. То есть без прямой за глазами, вы видите, без всяких внешних устройств. Вот это визуальный полет с тема на внешнем судне. Высота 10 метров. Ну, как я сказал, это зоно величины и она пользуется.